Всем огромный привет! Когда я не снимаю 3-4 дня, мне многие девочки пишут в личку, что Света, давай с ними какой-нибудь ролик, и если даже тебе нечего снимать, то хотя бы почитай нам книгу на камеру. Ну, я думаю, про книгу это, конечно, шутки. Но на самом деле, блогеры, наверное, сейчас поймут, о чем я говорю. Когда действительно снимаешь регулярно ролики, и потом нечего снимать, или какое-то время идет пауза, то начинается некая ломка, хочется что-то снять, и ощущение такое, что ходишь из угла в угол, и выдумываешь, что бы такое рассказать и что бы такое показать. Ну, в общем, призналась я вам, что у меня тоже некая ломка, хочется что-то показать, рассказать, и насобирала я некоторые, ну, такие, знаете, как мини-запросики, где-то один человек попросил одно, другой попросил другое, и тут насобирались несколько тем. Первая тема, как я храню свои маски. Я показывала, что у меня масок великое множество, и совсем недавно я сделала разборку, и хочу показать, как я использовала вот такой контейнер. Этот контейнер для специй, и в него я сложила все-все мои маски, которые идут тканевые. Маски, которые в таких же вот саши-упаковочках, одноразовые, которые идут с кремом, или с глиной, или с чем-то таким, они у меня находятся в ванной, вместе с масками, которые в тубах. А вот эти вот тканевые, они все-все находятся здесь, и у меня стоят на полочке около кроватки, потому что такие маски я стараюсь сделать лежа, терпеливо лежу, тот срок, который на них написан, и довольная. Единственная масочка для ног, которую я сделаю, скорее всего, сегодня на ночь, это все подарки. Я не буду говорить, от кого, практически в каждой посылке, которую мне присылают девочки, есть маски, чему я прямо, ну, дико рада, и каких тут только нет. И от Дизао, и вот несколько от Скинлайт, прямо разные-разные. Много. От Шери, или Шери. Ну, вообще, я масочный маньяк от Шалин. Вот так, в общем, я храню теперь свои маски, и очень мне удобно и нравится. Еще один запрос для меня самый сложный. Каждый раз, когда я показываю свои запасы, у меня девочки говорят, цвета не может быть, чтобы у блогера, который ухаживает за руками, не было лаков для ногтей. Покажи свои лаки. Девочки, показываю, только не смейтесь. Вот. Это все. У меня больше лаков нет. Это лаки, которые либо использует иногда моя мама, либо я использую для ног. Для ног такого количества более чем достаточно. И вообще, вот почему еще я не хотела показывать, я не знаю, что говорить про лаки. То есть, если я вам даже вот так покажу, что это лак от Эйвен, я не могу сказать, из какой он коллекции. Какой он, что он. Хороший, он плохой. Потому что ножки, ну, конечно, красишь лаком, но не так тщательно следишь за сколами, как вот на ручках. Потому что, ну, ногами перед камерой не вертишь. Я не так далеко от глазок, что первые сколы сложно разглядеть. Я могу вот так вот показать, если вы это где-то опознаете. Но мне кажется, это уже не так интересно будет. С лаками у меня однажды была очень смешная история. Пошла я в магазин, но я ее уже рассказывала в первом, в своем самом первом влоге. Ну, тогда было мало подписчиков, может быть, кто-то не слышал. Пошла я в магазин, решила купить какой-нибудь лак для ног. Увидела я, кстати, вот этот лак. Это гель-лак, да, вот лак-гель, вот такой. Давайте вот так покажу. Он, кстати, хорошо держится. Сейчас я его потрясаю, а то они уже застоялись. Стоят лаки. И написано, ценник, написано на нем, лак для ног и цена. А я так обрадовалась, говорю, вот пока я лаки не покупала, как у нас шагнула вперед техника. Уже прямо конкретно есть лак для рук, лак для ног. Ну, и девушке подхожу к продавцу и говорю, здорово, говорю, что у вас лаки для ног есть. Она говорит, ну, у меня просто слово ногтей не уместилось на ценнике. Это написано лак для ногтей. Ну, в общем, опозорилась я. Ну, в общем, вот этот лак для ног я так и купила тогда. Он мне так понравился, что я сбегала за вторым. Но, вот видите, они у меня из-за стояния. Я говорю, потому что редко я пользуюсь. Как-то отслаиваться начинают. Но, мне кажется, если их хорошенечко поболтать, потрясти, то все восстанавливается. Долго лаки я показывать не буду. Я вам давайте покажу вот так вот ромашки. Это все-все, что у меня есть. Вот они все абсолютно разные. В целом розовые. Вот эти три цветных. Только у меня так как-то не вписываются в общую палитру. Несколько серых. Вот, это вот все. И еще несколько штучек вот здесь. Этот у меня брала, вот два брала подруга. Это магнитные лаки. Вот этот брала я себе. Вот, кстати, наверное, я вам его-то сейчас и показывала. Вот, это, наверное, он и есть. Магнитный лак. Да, тут и магик, да? Написано. И к нему у меня есть лопаточка, которая хранится отдельно. И, ну вот, вы и видите, как магнитные. Неплохо отмагничивают. Единственное, что чем светлее лак, тем хуже видно вот эти вот полоски. Ну и давайте, раз уже я положить-то, покажу вам вот эту вот штучку. Ну, как я уже сказала, она лежит у меня отдельно. И вот этих лопаточек в Эйвен несколько. Там и звездочки, и, в общем, разный дизайн. Секунд на 20, на 30, по-моему, вот так. Держите над ногтем после нанесения лака. И вот такая вот красота получается. Как там? Вот. Все. Я выполнила запрос, девочки. Сейчас скажут, девчонки о лаке-то чего не показала. Я их показала. Я показала их на ромашке. А доставать сейчас каждым трясте, они все в любом случае у меня вот так вот отслаиваются. Поэтому я никогда не выполняю запрос про лаки. Мне нечего показывать. Мне как-то так с издевкой женщина спросила. Есть что-нибудь, что ты не коллекционируешь? Да, есть. Это лаки. Дальше. О чем я хотела еще поговорить. Я вам сейчас покажу книгу. Не так давно я ее заказала на сайте Лабиринт. Автор Сергей Голицын. 40 изыскателей. И я рассказывала, что эту книгу, вернее первые четыре главы в сокращении, преподают в третьем классе в средних школах. Может по определенной программе. Но, по крайней мере, мой ребенок проходил. И прочитав эти четыре главы, мы так заинтересовались этой книгой. Очень хотелось узнать, что же будет дальше. Вы знаете, вот мы ее читаем вечерами с Максимкой вместе. Я оторваться не могу. Мы даже сначала полчаса читали, потом час выделяли. Сейчас полтора мы лежим. Ну, Макс лежит, а я сижу рядышком, и мы читаем вслух. Но настолько интересная книга. Мне кажется, ее можно прочитать как детям, подросткам, так и взрослым. Она идет 12+. Я на самой книге не нашла, в каком году автор написал эту книгу. Вот она даже так оформлена, под старину немножечко. Но, мне кажется, он ее написал вообще там в 60-х годах. То есть, вот те времена, те пионеры, те школьники, но очень интересные. Поэтому вот эту книгу я рекомендую к прочтению многих. Если вы не читали в своем детстве, то почитайте обязательно. Либо сами, либо уже с подростками, детьми. Так, что еще? Ну, вот вы видите, там бабочка торчит. Я хочу вам вот еще одну вещь показать. В общем, я часто показываю свои работы, выполненные на заказ. А сама я остаюсь, ну, как вот мы говорим, сапожник без сапог. Мне мама на днях сказала, Света, в конце концов, ты столько лет шьешь игрушки. Столько лет ты шьешь пакетниц, а наши пакеты валяются по всему дому. Стыдно, девочка моя. Шей нам тоже пакетницу. Ну, давайте я вам покажу, что у меня получилось. Почему-то я себе ее решила сделать немножко другой. Ну, наверное, зря, конечно, немножко изменила. Но мордочку я решила вот так сделать. И вот такая девочка теперь будет жить лично у меня. Никому я ее не отдам. Что такое пакетница? Ой, простите. В общем, у нее вместо ножек вот такой мешочек, в который складываете пакетики. И оттуда по одному вытягиваете. Мне нужна эта кукла конкретно для пакетов маленьких в коридоре. Потому что у кота горшочек стоит в коридоре. И маленькие пакетики должны быть всегда под рукой, чтобы быстренько убрать, в общем, и привести в порядок этот его санузел. Вот. Что еще рассказать? Да, еще я хотела такую тему поднять, как письма в личку. Это, наверное, не очень приятно будет. Но, тем не менее, все равно хочу озвучить. Потому что какой-то, знаете, как критической уже ситуации достигает. Очень часто мне стали поступать десятки писем одного и того же характера. Вообще, чем больше подписчиков, тем больше, ну, запросов в друзья ВКонтакте. У меня, по крайней мере. Но у меня страница рабочая. Там я работаю именно с игрушками, принимаю заказы, озвучиваю цену. И поэтому у меня, кто стучится в друзьях, я принимаю всех. И теперь каждый день, когда я захожу на свою страничку, у меня 10, 15, 20 писем висит. Из них около десятки. Привет, как дела? Думаешь, ну, ничего, не знаю человек. Ну, тактично-то я могу написать, в конце концов, хорошо. Пишу хорошо. Что делаешь? Человека я вижу первый раз. Я порой даже не знаю. Это вообще ребенок, взрослый. Это мальчик или девочка. Бывает даже, знаете, и никота нету. И вместо фотографии там какая-нибудь киска или цветочек. Сижу. А давно ты на ютубе работаешь? Два года. А сколько ты там зарабатываешь? Не скажу. А сколько тебе лет? А зачем тебе? А где ты еще работаешь? Вы знаете, вот такие вот личные вопросы, я не знаю, может быть, надо просто не отвечать изначально, но это уже порядка 10 писем каждый день. Может быть, это дети. Некоторые даже... Или, знаете как? Привет, как дела? Меня на сайте нет, либо я до этого письма еще не дошла. Чего молчишь, гордая? И вот такой, знаете, как получается спам. Завалена вся почта. Очень много теперь стало писем поступать. Пришли посылку. У тебя слишком много всего. Пришли посылку. И такие письма теперь поступают не только мне, но и девочкам, которые высылают мне посылки. То есть, раз ты послала одну, теперь высылай мне. Я сейчас готова дать тебе адрес. Вот. Я хочу обратиться именно к таким девочкам, что не надо. Это получается спамить. Вы. Вся почта завалена, забита. Я хочу пообщаться с друзьями, а у меня завал писем, которые... Ну, надо как-то все равно их в прочитанные-то перенести. То есть, не стоит. Это рабочая страница. Там действительно я, если общаюсь, то с клиентами, либо с родными друзьями, которые мне дороги, с которыми я и пришла общаться. А привет, как дела? Я, наверное, уже не буду отвечать на такие письма, потому что они, ну, по своей сути, бестолковые. Мне все время хочется написать, да не хочется, я так и пишу в итоге, что а ты кто? Или а вы кто? Я даже не знаю, кто мне пишет. Вот. Вот такая болтовня у меня получилась сегодня. Ну, наверное, я буду на этом прощаться. В конце покажу вам Степу. Многие просят, покажи Степу. Давно его не было. Степа у меня, прикидываться, стал птичкой и бабочкой. Последнее время его только с деревьев снимаем. Заберется под самое небо и орет оттуда. Мяукает на все дерибасовскую help, help. Вот. И там через час где-то начинает слезать. Но уже более активно. Я хочу вот в конце вставить ролик, когда он со своего первого дерева слазил. Вот. Ну, а сама я на этом прощаюсь. Надеюсь, я не загрузила вас болтовню насчет соцсетей. Ну, я просто хочу именно к этим людям обратиться, которые засоряют почту. Потому что по-другому не скажешь. Все-таки надо помнить, что я достаточно взрослый человек. Если вы дети, то и подавно не надо обращаться на ты, не надо по-панибратски относиться, а надо с уважением в любом случае. Даже если сразу не отвечаю, значит, нет времени. А если вы хотите узнать действительно, как у меня дела, то по правилам этикета сначала нужно рассказать хоть чуть-чуть о себе. Кто вы вообще? Как у вас дела? А потом уже пишите и я с удовольствием пообщаюсь. То есть все девочки, которые пишут действительно, которые хотят действительно общаться, они не пишут привет, как дела, они пишут немного о себе, рассказывают, где они со мной познакомились, есть ли они вообще на ютубе. А так нет смысла. Это просто засор почтовых ящиков. Все, наговорилась я немножко. Надеюсь, я теперь спокойно загружу ролик. Видите, аж я подхихикиваю, как всегда, истерически. Ну, потому что соскучилась. Все, спасибо всем и всем пока. Давай, иди, мой дорогой, иди, мой золотой. Степушка, боишься? Как его тут хорошо видно. Мяу! 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 Степа, Степа! Как уж ты сюда залез, залетел-то? От собачки. Нет, ну страх аколы, все равно его оттуда снимут. Это понятно. Сейчас шлепнется. Ой, мамочки. Вот, по дереву. Он, он так уж, он уже лез так, но он упал. Вот! Умница! Молодец! Ой, ты молодец. Степа! Такая вершина седичка. Пол района болельщиков-то. Это мы, а там сзади еще людей куча. Давай! А тебе-то надо снимать. Он прям скрыжный такой. Степа! Сейчас прям хозяин! Молодец! Давай, Степа, я ловлю! Давай! Как важно поддержка даже животному. Давай, мой золотой. Давай! Степа, Степа! Давай! прыгай! Чуть-чуть осталось. К нам спрыгни, Степа! Сейчас он на гараж надо прыгнуть. Степа, прыгни. На гараж? Немножко осталось. Да, на гараж. Опа! Ой, ты моя умница! Все! Степа, давай к нам! Не зацепить эту шерсть. Давай! Степа, 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 Степа! К папе пошел. Макс, тебе немало шапок-то? Да, он перепуганный. Степе срочно курочку! Ох ты, мой мальчик! Ну все, пошла я и вам теперь снимать. Кот спасен!